Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о той культуре, которая у нас присутствует и в свежем виде, и в маринованном, и в законсервированном на нашем столе. Это укроп. Укроп растет в одних как сорняк, другие не могут добиться получения его всходов. А в чем причина? Почему укроп не всегда дает хорошие всходы? Так вот, во-первых, для укропа, чтобы дал хороший всход, надо свежие семена. Свежесть семян определяется очень просто. Крепкий запах эфирных масел говорит о том, что семена свежие. Если запах слабый, значит семена лежалые, и скорее всего, они уже зайдут очень плохо, или могут зайти не совсем. Поэтому, чем сильнее запах, тем лучше будут сходы вашего укропа. Следующий момент, который необходимо улучшить при враче укропа, это то, что растение очень боится известковых почв. То есть, внесение в почву золы, доломитовой муки и извести, сведет на нет все ваши старания. Потому что укроп на произвесткованной почве, он не растет, он сходит, кучаравится, желтеет, и роста нет. Поэтому выбирайте участки, где ничего не известковалось. На обычной земле, на целине, он растет прекрасно. Следующий момент, на который, конечно, многие обращали внимание, если укроп уже завелся на вашем огороде, он превращается в правом сорняка, он насевается по всему участку. Так вот, почему-то многие не обращают внимания, что укроп, который самосевал по участку, он севает семена, семена лежат на поверхности и очень хорошо всходят. Вот, чего не всегда бывает, когда мы севим их аккуратно в родочки и получаем не всегда хорошие всходы. Запоминайте, что семена укропа светочувствительные, на святу они всходят быстро. Поэтому сама технология посева укропа для меня сведена к минимуму. Значит, делаю вратку, органики не добавляем, потому что органика, как и зола, точно так же будет действовать отрицательно на наш укроп, он не будет расти, он будет только болеть. Высаживаем, можно сказать, в пустую землю наш укроп, вот, но делаем родочки, сделали родочки, после этого родочки уплотняем, значит, или ломом, вы посмотрите в ролике, это показываю, или торцом доски. Торцом доски простукиваем наши родочки и по этим родочкам высеваем семена укропа. Высели, вложим сверху полицейную пленку, со всех сторон обсыпаем ее землей, чтобы там была герметичность, и все, ждем всходов. Конденсат с пленки скапливается, стекают наши вот эти луночки, что мы поделали, эти родочки, и наш укроп всходит быстро и дружно. Ну, а дальше, когда уже появились дружные всходы, значит, мы пленку снимаем, и наш укроп растет прекрасно. И мы будем тогда иметь хорошую зелень к столу, к различным блюдам, и для консервации. Ну, точно так же. По укропу смотрите, значит, укроп селекционеры вывели сорта и раннего срока созревания, и позднего срока созревания. Значит, сорта раннего срока созревания, значит, они быстро где-то сантиметров 20, и они начинают стеблеваться. Они переходят к стеблеванию. Ранняя сорта больше подходит для консервации. Их используем, эти зонтики, в консервации. Поздние сорта, как бы, ну, зелень где-то на протяжении двух, двух, двух с половиной месяцев нарастает. Поэтому их используются в свежем виде. Поздние сорта могут давать и два, и три урожая, то есть при срезке. В ранних сортах это не получается. Мы срезали, и они, как бы, жизнь их заканчивается. Запоминайте этот нюанс. Ну, и точно так же, не забывайте, что укроп такая культура, чтобы он был постоянно в столе, каждые две недели надо производить новые посевы. Не то, что вы раз посеяли весной, и хотите, чтобы у вас до поздней осени был укроп. Через две, ай-три недельки сделайте новый посев укропа. В зависимости от того, что вам надо, зонтики, для этого возьмем ранние сорта, или зелень, возьмем поздние сорта, высеваем, и тогда укроп будет постоянно на вашем столе. Вам хватит не только его для заготовок, вы можете заморозить, и потом зимой добавлять в блюдо с воспоминанием о теплом лете. Хорошего вам урожая, пусть укроп хорошо растет на вашем участке, чтобы вы не знали, куда его девать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok